Сегодня я пасу коров, вот Игнатьевич приехал посмотреть. Коровка подошла одна. Пластится. Уже не одна. Пусть целая. Плащил дорожную их. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так что никуда гнать не надо Просто задержать ее Она зашла, там убран урожай уже, да? Наверное, я не знаю точно Ну если он убран, дальше не пускать Дальше там подсолнухи Это хорошо А ты можешь сейчас пойти со мной Не по этому, а вон там По деревне На, пробежай велосипед по лошадь Не, не, зачем? А что? Да зачем? Да мне охота пешком походить Ну ходите вот с велосипедом рядом Рядом с велосипедом и ходите А эти ничего не понимают Вот тут-то есть зеленая трава Могли бы есть Могли бы Вот она ничего не думает Куда идет? Куда? Эй! Останови, разведи А куда идет? А куда идет? Мы вот так включали Эй, куда? Давай я загоню Догоню и поверну их назад А? А? А тебе велосипед там Да зачем? Давай палку, я обойду туда Верну их Ну давайте Так, охота побегать, береть Лежи Ветер подулок А кто-то Игнать Он еще молодость свою вспомнит А я пока яблоки пожую Они повернут только когда Над ухом палка засвистит А вот эти вот четверо Как весной ходили отдельно Так и постоянно стараются Отдельно держаться к стадам Сейчас уже более-менее привыкать стали Вот они четверо Уже к стадам начали ходить Понимаю Ну уже понимают, что они туда едут Кто-то остановился А кто-то повернул просто А кто-то остановился Игнать начинаю думать Где моя молодость Он бы сейчас Быстро бы их завернул Ну а что делаешь Уже не те года 81 год уже Далеко ушли Далеко ушли Далеко ушли Палку пуляет Пошли заворачиваться Все Развернулись Лучше поближе Далеко ушли Далеко ушли Да Вот снимаем второй ролик Как иначе он спасет Сейчас решил мне помогать Ну так вернее Посмотреть А решил тут сам попасти Говорит Вспоминает Видимо юность свою К нам здесь коров Пас Овечек С отцом Я один тоже Вот так вот Кепка Видна Из-за коров Еще лицо Сейчас вот Видно Вот он Коровочки Тут трава Какая-то там есть Вон деревень Встала Зашла Уже на полях После уборки Вырожая Остаются коровки Наши Спокойные Тут Недавно Бык гулялся С коровой Вон они ходят Вместе Сейчас Фория Зовут Форская порода Мы его Фория называем Самый мощный Бык здесь В стадии В этом Сегодня Один бык Попытался На его корову Там прыгнуть Он ему Как дал Он сразу Подлетел Все четыре Копыта Поднялись От земли Коробочки Коробочки Какие Ходосы Какие Рога У меня Железные Велосипед Веду И начал С удивлением Смотрит На что это За чудо Такое На двух Колесах Главное Не на четырех Коробка Коробка Да Вот Корень Солодки Вот Корень Солодки Да Корень Солодки Да Они едят Она зеленая Корень Солодки Берут Вот она И главное Везде Большие Кротовы Это Большой Сказать Месячный Котенок Кроты Когда в Потеряевку Приехали В 91 Году Ну и Кроты Прямо Везде Кроты Вот до самого Дома И не знаю Что делать Павел Посмотрел Где-то Прочитал Особые Капканы Такие Сделал А у меня Есть Такие Крыс Ловить Не знаю Как Надо Найти Нор Вот Так Вот Лопатой Раз И где У него Нора Идет Лопата Проваливается И капаю Все Выбираю Вырезаю Для капкана Снаружи Сюда Сепочка Или Веревочка И вот Колышком Приткнул А это Все Закрываю Фанерка Такая Есть Ну Фанерка Какая Я сейчас Скажу Примерно Чтобы Закрыть Было Ну Почти 40 Сантиметров 40 на 40 Вот Такая Я ее Закрою И чтобы Нигде Не Подал Воздух Землей Засыплю Все Бывает Такой Хитро Он Однажды Я поймал Одного У него На голове Вот Как Африка Как У Горбачева Белая Ну Что Показал Одного Отпустил Думаю Может Он Ну Маленько Повредило Там Может Его А Ноги Целые Все А Надежда Васильевна Пошла Из Лагеря И Взяла Чурка Такая Интересная Отпиленная Там Сучки И Она На Плещи Вот Несет А он В это Время Зашевелился В кустах Здесь Она Как-то Кричала Ой И Бросила Вот Так И Прямо На Него Попала И Убила Я Во-первых Испугалась А потом Такого Племенного Крота Убила Он Особый Экзотический Такой Горбачевский Ну И Конечно Она Была Опечалена Я Назначил Им цену Какую За каждого Крота Там Литр Молока Или Что-то Прошло Сколько-то Времени Потеряевки Ни одной Кучи Не осталось Я их Разравниваю Всех Переловил 50 Кажется Штук Но Они Шкура Тверда И Павел Говорит Их Надо Сушить И На Стельки Хорошие Ну Я Шкурки Отдал Ему Вот Так Мы Закончили С большими Кротами А с Маленькими Их Нужно Банку Ставить Чтобы Он Шел Трех Литровый Банку Попадал Оттуда Вылезти Не может Ну Все Кротик Вот Такой Вот Как-то Руки Не доходит Везде Надо Знать Как Бороться Лиса Появилась Лиса Откуда Она Курицу Одну Задавила Другую Ну Ясно Дело Что Летом Куриц Ловит Это Что-то Неладно Или Она Осталась Без Матери Или Ну Я Пошел Попросил У Одного Человека Ружье Ну И Начал Ходить По Полям По Лисам По Болотам Нигде Нету А Видно Где Эти Блиндюки Они Кверху Взлетают И сидят Сесарки На Деревьях Уже Живут И Однажды Я Пораньше Как Сесарки Выш Я Скорее За Ружье И К Лагерю Подошел Нету Я Сюда Спустился К Огородчику Слышу Наши Из Я Оттуда Выгнул Правда Лиса Бежит Около Березки Там Березка Сваленная Где-то Ну Я Отсюда Прицелился И Закопали Ее Там Рядом Все Больше Не было Еще Одна Появилась Но Она Сразу Ушла Там На Андриашем Лагу Там Нашли Ее То есть Человеку Дана Власть На Всякой Тварь Зачем Не знаю Как Ну Иногда Человек Слишком Далеко Заходит Вот Нас Сейчас Буквально Разрушает Плотины Наши Бобры Ну Они Строят Там Какие-то Хатки Свои И на них Нельзя Ничего себе Дет Как нельзя Батюшка Был В Германии И там Ласка Залезла И провода Погрызла Ну А там Архиепископ Арнт Марк С ним Он говорит Вы разрешите Владыка Я ее к утру Поймаю Да что вы Тут Такой штраф Наложат Не заплатишь А как же Она портит Отпугователь Надо поставить Чтобы он Пикал Как-то Или Странно Довольно Я приехал К племяннице Она познакомилась Тут немец Работал один Я фамилию Сейчас не знаю Вот И они познакомились Она Хорошая девушка Понравились Друг другу И она уехала Он принял православие Винокатолик был И детишки Были когда мы У них уже Кажется двое Или трое были И вот они Из дома Выходишь Как А тут Большое участь Я гляжу Никого нет Я говорю А почему нету Какая-то Птичка прилетела И гнездо свела Тут приезжала Целая комиссия И чтобы ее не пугать Этим людям Которые строились А дали в другом месте Вообще Это Вот там Едешь Когда Дорога И раз Под дорогу Везде-везде Забор Енот Перебегал Дорогу В Хабаровске А мужик Крутанул И два человека Погибли Шоферы Кто сидел Полетели В откос Че ему Еноту Доспеются Че это Ну Задавил Значит Не лазь куда не надо Видишь куда поворачивает Я их Маленько Придерживаю Здесь Пойдем-ка Давайте Мне велосипед Да нет А че С велосипедом Я повезу Так вы Идите Да ладно Тебе уже Ну Идите Маленько Мы можем Активизировать Срават Открыть После дождя Маленько Погневать Их они Бежали Бежали А че Сейчас Ну да Они такие Есть Куда Идите А всем Ты должен Дома Вот Где ездили Нигде Таких Пастбищ Нет Как у нас Были в Армении Так она Идет А тут Стена Камень И глина Между камнями Они подходят Глину Грызут Утром Рано Мы выезжаем Солнце Только восходит Мужики Гонят Коров А почему Столько Много А выпроваживает Пастух Их там Встретит Вечером Это В других В разных Местах За границей Вечером Уже Солнышко К закату Пасут Я говорю А что так долго Ну Корм слабый Поэтому так Дольше Пасут Мы вот В Грузию Когда заехали Они пораньше Легли спать Виктор Виктор С Николаем Крущины Виктор Савченко А я встал Потому что Раньше Лег Пассажир Я посмотрел Я посмотрел Там далеко Нет Я мусульман Виктор 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 растет. Вон она подошла к земляне. Куда пошла? Вот так люди поговорили, я узнал, что там крова, и у них там корыто. А дальше маленько идешь, а там в глубокии такой овраг. И он пасет, у них занятый пастух. Я не понял, кто он по национальности. Но в Грузии не грузин. Вот сказал какой-то там такой редкой национальности. Ну я сказал, мы вот едем, такое-такое дело. Вот. А тут знаешь, что такое? Трава. Это может быть муравейник. Вот так и есть. И вокруг них такая трава. Почему такая трава? Потому что они роют до самой воды. Их как под капилляром поднимается влага. Вот где бывают эти... барсуки здесь. У них везде вот такие вот, как кусты растут. Их издалека можно увидеть. Как-то помню тут, я не знаю уже, потеряю в начале строить-то. И там, где он клевер старый был, и там ночью фонари горят. А-то приехали на мотоциклах, на машинах и гоняют свет, чтобы попал барсук. Ну, видимо, что-то у них было. Приехали, кажется, из подступной. Я потом в газете прочитал. Он жирный-то. Ну, некоторые жирные-то любят. И что-то там от него брали, жарили там, не знаю, какой орган. Печень или что-то. И все заболели. Заболели и в больнице. Вот он, барсук-то, отомстил за себя. Он как собачка такой. Жирный, красивый. Говорят, барсущее сало там от туберкулеза помогает. Может, даже суслина или эти корсаки. Мы вот ходим по земле. Я не знаю, как эту траву назвать. А она, может быть, это полынка. Не просто полынка, а от какой-то болячки. Вот есть такая полынь-настойка. Аппетита нет. Горькая полынь. Ну, полынь пала там на припятие. Радиация-то. Звезде имя полынь. У человека появляется аппетит. Ты вон, посмотри, какое вымя. Покажи у коровы. Да, большое очень. Это больная она или еще такое вымя не бывает. Она долго дома была. Вон, как она пойдет сзади. Погляди, она как упирает. Ей шагать нельзя. Вон она как. На расшарагу. Это венщуков такая корова. А может, она хорошая. Видишь, как остановил их. Пасуха для этого, чтобы пасти, а не гоняться за ними. Да. Пошел, остановил. Все. Вот мне было пять лет. Я помню, отец вон, где стал бы далеко пас. А мать меня посылает. Отец пасет. А утром он пошел, не поел. Ну, мать что-то сготовит. Мне сумку на плечо. И я, пятилетний пацан, иду. Отец скажет, ну, поешь со мной. Да нет, я поел. Я действительно поел-то. А он ест и маленько оставляет. Ох, и вкусное все там на поле. Да поешь. Ладно, я уже наелся, скажет. А вот-вот уже припадаешь. Отец возил сливки зимой в маслозавод в Шарщик. Да и приедет, хлеб не съеденный, мороженый. Наш же хлеб-то. Эта лисичка дала. Ну, как она могла дать? Вот как подошла, дала. Отец мне рассказывает. Ну, когда ешь, такого сладкого нет. На того хороший. Вот лисичкиного хлеба бы отец привез. Каждый раз привозил. И вот шерсть сидим растеревливаем. А вещь у шерсти. Ну, бывает там репе и все. А потом он везет. Там у них теребаха. Крутят, и она там разные выбрасывает. И валенки привезет. И валенки такие, видно, колодки, что даже больно наступать. С подъемом там посередке переломлено. Всегда валенки привозили. Или, а у кого отца не было, а вещек не было. Как они жили? Вот я знаю, вот Семен Сеськов. Так у них, я не знаю, брюки, говорит, на троих. Про нас говорит Алексей, нет. У нас у всех всегда были штаны. И не одни. У нас не было на троих. Это они уже повторяют неправду. У нас всегда было. Вот осенью, когда я уходил, буквально до самого снега, с обушкой было трудно. Из коры березовые, содранные, брат мне шил выходные. Он мастер был такой. Как он их шил, не знаю. Ну, я в них был. А так мы пасли босиком. Если гроза надвигается, мы скорее раздеваемся, одежу под себя. И чтобы меня долбит дождь, это ничего не значит. Главное, чтобы одежа была сухая. А пьешь, когда у нас там пруд был, вот так вот почерпнешь его, поднимешь, она через него течет. А там бухарашки всякие-всякие-то. А струйка идет чистая. Это вот сейчас вспоминаю как. И там в Андриашном лагу, где березки были, вот, отец выкопал колочек. А выкопал чем? Чашкой. Сначала, видимо, лопатой. Одна рука, и он туда спустится. Одни ноги только торчат. Как он оттуда вылазил, я не знаю. И вылазит оттуда, локтем упирая, локтем упирая, со второй-то руки нету, вытащит чашку грязи. Опять нырнет туда. И чтобы дойти до воды, вниз головой, но ноги были наверху у него. И вода только начала там маленько появляться. Все. Дальше она наберется. А потом мы туда почерпнем, когда надо. А человек, который в городе еще он будет вспоминать. Здесь мы не пасли никогда. Тут была мельница. Большая, ветряк большой. Возили. Тут я приходил. А в каком месте? А? В каком примерно месте? А вот-вот где-то место. Тут даже жорнов лежит. Вот сейчас проходил я яма здесь. Прямо рядом вот здесь. Там он возвышение, кажется, даже есть. Можно было подойти, но коровы тянутся туда. Большие жорнова. Марченко был. Сейчас имя, не знаю, Марченко. Хороший. Спокойный мужик. Мельник называется. Там мука была своя. Вот как в деревне все вспоминается. А в городе вот тут был киоск. Вот тут был трамвай. Ну, все чужое. А здесь я вот так лежу. Наши никто этим не занимались. Я всегда занимался. Я лягу и лежу. Птичка летает, как трясогуска желтая. И она вижу с червяком. С червяком она кого-то будет кормить. Я лежу. Она летает, летает. Там, наконец, села. Все. Я со всех ног туда бегу. К ней уже под ноги не смотрю. Она взлетела. Я подошел в это место. Там гнездо. Я его себе помещаю. Смотрю маленькие. Сколько времени там будут. Когда вылетят. И таких гнезд у меня везде было полно. Я очень любил птиц. И любили сусликов. Аж за шкурку. За шкурку. Один день я, помню, поймал 70 сусликов. Вот сколько их было. Кишела. Сусликов было. Отец, когда спит в обед. Отдыхает. Я в это время штук пять поймаю. И вот надо ободрать. Высушить. И в Шарщину увезти. 20 километров. Вон туда. За бугор. Они прямо у бора живут. На бугор залезешь и видно синяя полоса. Это борт. И если хороший, который принимает. Первый сорт 6 копеек. Второй 5,4 копейки. Ну, обычно третьим сортом принимает 3 копейки за шкурку. Ну, чтобы понять, много или мало. Кирпич хлеба, он по размеру был больше 16 копеек. До Барнаула ездили 2 рубля 30 копеек. Вот велосипед я сейчас помню, вроде бы 72 рубля стоил. Я все лето ловил, чтобы велосипед купить. Почему? В Корщину ездить. Школа-то там. Дома-то было 4 класса. 4. Вот я на квартирах прожил больше 10 лет. И что интересно, плохих хозяев не было никогда. И уезжая, все оставлял. Ну, это уже когда что-то было оставить. Строил там пока жил, сарай, ограду, погреб выкопаю. Как-то принято нас так было, чтобы все время были в труде. И все хозяева оставались нашими друзьями. За мной, кто учился, сестра Евдокия Иоаким и Иосиф в Барнауле. И они к ним на квартиру становились. В Корнилово жили. Ивана и Пелагея. Полина. Вот как все вспомнишь, так. Я сижу, что-нибудь делаю. Гляну в комнату. Уроки делаю в техникуме строительную. А она гладит. Я у нее отберу утюг, начинаю гладить. Она пошла, я гляжу в окно, она с ведрами. Я бегом выскочил босиком, ведра отберу. В колонку сходи. Пойду в колонку. И поэтому иногда, бывало, что-то перепадало. То помидор дадут какой-нибудь. А сегодня не понимаю, где. Даже на квартире живут. Не ценят ничего. Что попало. Смотрят. Нехорошо. Мне сегодня один скинул в интернете. Про Инапу. Вы говорите, какие группы? Знаете, она где бывает? Где человек развращается только. По группам, где какая группа? Можно узнать. И что она смотрит, там музыка у нее в ушах. Все негодное. Совершенно никакая. И больная, как аптека. Вместе с реанимацией. И сколько ни говорил, все бесполезно. Это уже другие люди берут. И в интернете мне сегодня сообщают. Обратите внимание, тревожные. Я говорю, я уже все говорил. Мать умерла. Год уже прошел. Анастасия Валерьевна. 41 год. А отец глухонемой пьет. Зеленую. А что я могу сделать? У меня никаких речевозных нет. Только молиться и все. Я вот помню, приехал брат, двоюродный Иван Степанович. А то Степан Дмитриевич. А мой отец Тихон Дмитриевич. Лапкин Иван. И говорит, у вас тут корова одна есть. Камолая. Камолая, а рогов нет у ней. А вот такое здесь утолщение кожи. Рога под кожей. Наверное. Мы говорим, не знаем. Ну, я всех коров знаю. А ее не знаю, говорит. А-а-а. Когда они сошли вниз, в локко. Он сверху показывал. А вон в середке. Куда табун не повернет, она в середине. Вот как будто бы тяжесть в ней. Ванька встанька. А потом я эту коровку-то дали матери в десятку. По 12 коров было, кажется. Она ее доела. И когда проходили мы мимо, она нам давала выпить ребятишкам. Все понимали, что ничего нет. Корову держим. Все в план сдавали. В магазинах было дешево. За счет чего? Ну. Вот так мы жили. Обрат давали. Государство из молока высасывало весь жир. А нам одну воду отдавало. И все выросли. Ни одного больного нету. Никого. Вот так. Ну что? Ну делись, ребят. Когда зимой уже посеяли. Как ровно у них все. Что там зимой? Я не знаю. А вот смотри. Вот начинается вот откуда. Вот она ровная. А вот впадина. Ну сколько тут метров 200. Больше нет. Вот она впадина. Ее видать. И она через 200 метров превышается в другой ладонь. Ну оба они. Вот в тот топ. И дальше там огромная вода течет, в которой дно. Как это так? Вот она уже пошла на низ. Я иду уже вниз. Вот она. Вот она. Вот она больше у нас в человечестве. А всего ничего. Вот первый мостик. Как это так? Куда делась земля? Во время потопа. Вот. Вот стояла вода. Все размокло. Деревья с корнем вырвало. И из нор в караганду засыпало. Вот теперь и кузбан. А вот видно наш шлюз. Да. Видно? Да, видно. Вот. Это все последствия потопа. Самое лучшее доказательство, что Ноев потоп был, что Христос говорит, как было в войне Ноя. Так будет перед пришествием Сына Человеческого. А что потоп был, у меня разные люди здесь были. Я не знаю, тут и профессора, или кто-то с этим городка. Ни один не выгрожает. Да. Почему? Первый вопрос. Скажите, вот так. Видно ровно, что вот это. А вот это вот как бы ложбинка. Что тут была земля. Ну да. Ни один не спорит. А куда делась земля? Водой вымыла. Какой? Чтобы вымыть так с берегами, вода должна быть выше берегов. Здесь нигде нет ни гор, ни ледников. Ничего нету. Да котам-то лага какие. Вот дальше ты когда пойдешь. Там огромная лага. Вон впереди нас. Это миллионы тонн. Тогда техники не было. Зачем выбрать? Это огромный не выбрать. То есть они не признают. Вон сосет корову, видишь? Да, вижу. Направо. Большой телок сосет. Они его привыщили. Она стоит там, расшарашилась. Это телочка. А? Телочка. Я ее сегодня гонял, она все равно прилипает к ней. Ну, как-то делают там. Ну, Игорь заговорил, что даже специально делают. Специально маленькие фигурки, такие как рожки. Прилепляет к ней, она гоняет. Видишь, ей надо выпить молока. И она начинает, мать, сосать. И этими рожками ей колет, вымя. И она тогда ее не допускает. Вон она, за ней ходит. Видишь как? Все. Но они специально знают это. А зачем? А нам молоко не так нужно, чтобы она росла. Я такого не встречал. Вырос на поле. Отец 40 лет пас. И никогда этого не встречал. Это еще малость невыносимых. И он отсаживался, допускали, дома держали. Но чтобы вот так официально, чтобы он рост быстрее. Молока не было. Я не знаю, это и за границей нигде этого нет. У нас вот все есть. Новые методы наращивания теляк на молоке. Все испугалось. Вот они едят. Все, смотри как. Подогнали сюда. О, палочка хорошая. Это у нас называется бадик. Бадик мы брали когда. Там маленькие березки. Вот здесь корень. И она такая шишка была. Маленькая шушка в сторону. И вот так. Она маленько покороче была. Вот так отец встанет. Тут дождевик обопрется и стоит. Подбор. Вот когда домой гнать? Вот эта тень, чтобы была не меньше шести шагов. Вот она моя тень. Вот так. А бывает из-за туч не видно. Отец так головой покачает. А пасет далеко, потихоньку начинаешь домой. А то часа за полтора-два. До того, как пригнать. А сколько пасли-то? Не знаю я теперь. Часов-то не было. По шагам, по солнцу. Все по солнцу делали. И в Библии написано, для управления днем и ночью. Что такие часы на руках, я не знаю, в деревне, наверное, ни у кого не было. Телефон был только один. В конторе. Вот он такой ящик крутит. Алло! Алло! Потеряевка! Алло! Опять крутят. А нам так интересно. И вдруг. Да! Крещат. А тут столбы шли. Телеграф назывался. Телефон это. Телефонные столбы. И вон там, с горы. Столбы идут и молния ударила. Я посчитал, шесть столбов повредило. Первый полностью сгорел, а одни только изоляторы висят. Второй там наполовину. Третий обгорел, но на месте. Четвертый только огненная полоса по нем пошла. И на последнем, как чуть-чуть немножко, в молнию. Давай дальше. Вот так. Ну все. Ну слава Богу. Поеду домой. Благодарю, брат, что придел меня. Спаси, Христос. Аллилуйя. За поддержку. Так, я пошел. С Богом. С Богом. Давай помолимся вместе. Давайте. Господи, благослови это поле. И это гурта коров. Сохрани их, Господи. Дай доброе молоко, как тебе угодно. Будь милостив к нам. Защити это место от пожара, от воров, от нечистой силы. Не отнимай милости от любящих Тебя. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, подался. Сейчас я на насыпь и домой. Слава Иисусу Христу. Повеки слава. Слава. Слава Иисусу Христу.